Продолжение следует... По-моему, о Первой мировой войне, о четырёх товарищах и собаке. Что ж, сегодня у нас релиз, так что пойдём посмотрим, что у нас тут за игра. Видимо, это больше такой инди-экшен будет, чем квест. Не знаю, я себе не спойлер, так что давайте начнём. История должна быть интересна, как минимум, потому что это Ubisoft. Всё-таки. Первое августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола, Германия объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации, живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. Немец, который живёт во Франции с своей женой. Ну блин, ребят. А почему только его забрали вместе с женой, с ребёнком? Видимо, призвали на войну. Они из Франции не выгнали, то есть забрали на войну его. Ну, как с Германией они там вроде как союзники были. Ладно, сейчас посмотрим. Да, повестка в армию. По-моему. Мобилизация. Это у нас второй персонаж. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжёлым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждёт его впереди. О, вот началась игра. Это, видимо, призовный пункт. Чё ты тут распрыгал со мной ЖК, слышишь? Я щас сабель-то отберу. Да-да-да. Да иди ты. Французский. Натап у нас что-то есть. Факты. Факты войне я не буду читать. Если хотите, я вот так пролистаю, на паузу поставите, почитаете. Потому что, думаю, это очень долго будет. Много текста. Текста. Преформирование А, Франции, железные дороги. Кава-Август. Сам как-нибудь читаю между сериями. Я уже разделил. Как я читал? Эээ. Отдай штаны. Верни. Валя. Чё ты французский, это тёмные все. Ах, у меня уже переодели. Нифига себе. Подудеть? А чём подудеть? У меня нет подудеть. Стоп, мне... Вернуться подудеть? А-а-а. Окей. Ладно, пойду на войну. Что тебе? А, это у нас... Вспытательный полигон, блин. Сейчас нас будут обучать игре. Закалили немца. Чё, я молодец. Сжил медальку. Гранатки, курсать. Ага. За линией нельзя заходить. Бросить гранатку. На пробел. ВЫ! Бабах, давай. Бум. А, всё, да. Что заколоть? Грязные пугла. А через препятствия кидать учат. В окна там, наверное. Графика очень нравится. Такой рисованный стиль. Чё-то мне напоминает это всё дело братьев-пилотов, которые на русский квест уходил очень-очень давно. Да-а-а. Всё. Это мой взвод. Поднять факт. Ну, чё не сделаешь ради Франции? Республика Франция. Моя дорогая Мари, мы всё ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень весёлая. Надеюсь, с урожаем всё хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом. Чё пристали, мужики? Ходит кидаться у него. Эх! О, думать. Хе-хе-хе, вот он. Блин, ну-ка-то иммигранты запреки. Тёмные. Попросить мужика во второй дунате. То есть вот уже пошла квестовая часть. У него тут есть вторая труба, то есть она ведёт к машинисту. Бухнём! С хлёвом. Зайная. Право, нельзя. Машинист. Машинист, лови! Блин. Куда кидать? Это чё, пустые бутылки? Туда тоже не покидаешь. А, вон, колокольчик. Вижу, всё. Зашла. В колокольчик попасть. О, свисток упал. Да, вот кипестовая часть. Собираем предметы. Делаем квесты. Хе-хе, спёр. Ок. О, ещё одну поставил. Так, а как-то подудить её. Вотап. Свисток начальника станции. Бутылку. Ух, бутылку! Угу. Окей. О, дневник. А, тут есть еще и дневники про персонажей. Это то есть мысли каждого персонажа. Окей. Идем дальше. Как там мужика-то? А, все, я понял, надо лестницу. Музыку. Знаете, свисток. Че, свисток не катит? А, вот тут справа есть. Может кто-то поменяется на свисток? Ага, я понял. Суть. Хе-хей! Уи! Ладно. Идем помогать нашему другу. Пока тут все развлекаются. А, машинист свалил. Ладно, нам же лучше. Вот и вторых отогнали. Что ж, пойдем познакомимся с нашим другом. Каким он из золота. Здорово. Да, не за что. Откуда ты? С Америки? О, нам пора. Пока. Тут есть американские войска. 21 августа 1914 года. Полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем. Первый бой. А, я флагоносец. Самое ответственное задание. Нести флаг. Вперед давай. Уйти, уйти. Раз, два. Ну ты как-то медленно идешь. Стоять. Что? Дальше идем. Потолку. У-у-у. У-у, проклятые немцы. Ой, блин, пушки. Бежим, мужики. О-у-у. Чуть не попало. О-у-у. Чуть не попало. Сходим. Держим строй. Классно сделано вообще. Давай, мужики, бежим. А-а-а. Командира ранило. А-а-а. Пулеметы. Стреляем. Все взрывается. Горы трупов. А-а-а. Спеть. А-а-а. На горку. Забраться. А-а-а. Тихо. А-а-а. Фух. Чуть не убило. А-а-а. Кучи. Блин, остался один. Как? А-а-а. Нет. Блин. Нанеси шой. Преклятый немецы. А-а-а. Нанеси шойон. Нанеси шойон. Рядовой 150-го пехотного полка Эмиль Шойон 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного. Товарищ. Наказать тех, кто сломал ему жизнь. Как же тебе жизнь сломать, Фредди? Во время битвы на Марне, Фредди, наконец, отыскал следы того полка, которым командовал барон Фондорф. Вот так, пошел стелс, да? Нет? О, нужно взорвать мост. Что у тебя есть, мужик? Взорвать мост. Так. Откусаем. Все, идем дальше. Сейчас Фредди совсем разберется. Оп-оп. Ясно, снесли, блин. Еще дневник. Ладно, почитаем попозже. И вот откусим. Никакие преграды нам нипочем. Так, сейчас гранатку возьмем. Просто поможем повышать гранатку здесь? Только одну. Жаль. Блин, надо взорвать. Ну, держись. Так. Ой, монетка. Это уникальный предмет. А, тут куча уникальных предметов есть в игре просто. Так, как бы тебе попасть, чтобы взорвалась? Давай вот так. Давай еще одну для ума всякий. О, отлично. У нас есть проход. Ага. Впереди незаменим. Только он может снести все преграды. Все, готово. Вперед. У меня есть граната, мне ни почем ничего. Пофиг, что у меня нет оружия. О-о-о-о. Лови. Давай пока перезаряжается. А, нет. Он успел перезарядиться, скотина. Ладно. У меня есть загрузка. Ты бессмертный. Фредди раньше был бейсболистом. Явно. Давай. Так, сейчас подождем. Он стреляется. Окей, погнали. Хе-хе-хе. Обманул тебя. Что у нас? Кирпичики. Голову тебе так высадить. На. Что это было? Ладно, нам лучше гранату себе пока оставлю. А, нужно отвлечь его. Сыкающий маневр. Кто это был? А, никого. Ха-ха-ха. Прыгни всех обманул. Пора бежать взорвать. Все. Дело. Опа. Динамит. Ладно, надо биться. Так, у нас здесь. Здесь нет динамита. Где у нас еще нет динамита? Вроде бы здесь. Ладно. Динамит лишний не будет. Подрываю! Все свалили сразу, да? Откуда они узнали, что я взорву? Блин. Ну и хрен с ними. Что у нас тут еще за факты? Битва на Марне. Законцы в армии Франции. Пулеметы. Запад знамен. Вот, кстати, позолоченная пуговица. Ладно, идем дальше. Куда нам тут? Ой, гранатка. Динамит нам явно не нужен. Так, что у нас тут ящик? Ящик с чем? А с чем ящик-то? Что надо с ними делать? А, вон, мне надо сюда попасть. Надо динамитом. Вернее, граната у меня есть. Потому что норм. Сейчас дармем. Баба! Давай. О, класс. Так, и здесь че ящики было. А это немецкие гранаты. О-о-о. Тихо. Че-то упали. Так, теперь мне надо как-то забросить. Блин. Больших кирпичей. О, какой умный. Недаром я американец. Вроде их всех порвет. Опять пулемет. А! Да чтоб тебя! Откуда я знал, что он застреляет? Скотина. Ладно. Ему нужного коп. Быстрей, быстрей. Так. Укрытие. Ага. Перезагружайся. Погнали. Сейчас тебе гранатку забросим. Блин, еще одну. Теперь я точно попаду. Пока мужик. Пока мужик. Э, убежал. Ну ладно. Туда пулемет мой. Блин, он не берется. Эй, я хочу пулемет. Стой. Нужно пулемет нанести туда. Как не его взять? Я никто не сказал, как брать пулеметы. А, вот и немецкий генерал. Хе, и сваливает уже. Ого. Цепелин. Блин, опять племет. Быстрей, давай. Опа. Ого. Блин, взорвало. Так. Что у нас вот есть? Гранату тебе закинуть? Блин, а как бы тебе закинуть? О, вот так. Ну и убежал. Ясно, у нас здесь бутылки. Ладно. Так, сначала надо лестницу. А, нет ничего, мужик. Смотри. А, какую мне сторону? Получается, в ту. Так, а как мне тебя отвлечь? Наверное, вот так. Давай быстрей. Здесь пока он не видит. Давай не туда. Наверх. Успел. Хе-хе. Огрызки. Нет, помидорку взял. Хе-хе-хе. Знает, что брать. Нафиг. Овощи, фрукты, я думал, огрызки. Ага, колокол есть. Там что-то есть, кстати. Ладно. Сейчас посмотрим. Лети-ка ты отсюда. Так, что тут у нас? Телеграммы, как это. Что за телеграммы? Комсимон, германского солдата. Окей. Так, что с ребятом делать? Я на все, я всех убрал. Хотя, можно последнего завалить. Хе-хе. Вот и все. Окей. Идем дальше. Что тут у нас? Платочек. Платочек с вышивкой. Мне назад идти, к этому. Сказать, что я убрал пулемет. Тут все закрыто. Эй. Что же мне делать-то? Возьму бутылку. Вдруг пригодится. А, здесь явно ничего. Что у нас справа? Ничего. А ты что, вырублен или умер так? Несчастно. Блин, гранаты нету. Зарвать. А, флаг. Снять. Хе-хе-хе. Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншеи и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Траншеи. Полк Карла отступил в окрестности Нев-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. А немцы пивко пьют. Бубликами закусывают. Ща ему пол-ложки пол-будам. Сосисок тебе? Хрен тебе не сосисок. Хотя ладно, я же все-таки в плену. Песик. Привет. Напоить пёсика? Окей. Иди пёсик попей. Ага. Все, холоруси пёсик. Погубайте. Блин, не гладят. Что у нас еще открыли? О, еще больше фактов. 8 миллионов пленных. Письма с фронта. Битва приняв шапель. Ирвальские стрелки. Ого, это у нас мусульманские. Грязь. Дровчатка. Предметы, кстати, вот. Я так понимаю, на этой локации это все предметы, которые можно найти. Можно, типа, искать кое-нибудь. Сосиску тебе, да? Сосиску, ладно. Будьте сосиска. Так, что у нас тут? Квест, как сделать сосиску? А вот слева. Фотка. Рамка для фотографий. Ладно. Поехали. Ох ты. О, Карл пришел. Что, как мужик? Служится. Дома осталось, как? Дорогой папа, мы живем в атмосфере неизвестности. Немцы используют жители Сен-Миэля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе. Ирана уже зажила. Внук тебя целует. Шлю тебе его фунт. Ого, он уже вырос. Люблю. И очень жду ответа. Пошел, что я разбираться. Видимо, хочется узнать, что там с женой. Попробуйте как-то освободить. Так, мне надо воды налить явно. Куда мне наливается это, что у нас? Огонь. Так, пусти, вот вода. Кубки какие-то еще стоят. Нифига себе. Так, ладно. Воды налили. Да, закипело. Теперь сосисик. Ага. Вот так и жарятся в сосиски. Повезли. Кому сосисок? Песик, хочешь сосисочку? Ох ты. Нагличане будут нас обстреливать. Укрытие! Нас нафиг. Вдите в задницу, я умер. Песик нашел меня. Вытащи меня, песик. Да. Утаскивай. Молодца. Хороший, петик. Молодец. Надо выбираться отсюда. Знаешь выход? Где-то там? Ща. Слонаем эту всю фигню. Идем. Ты как? Давай. Помогу тебе. Цепелин. Ага. Улетели. Блин, в цепях-то сложно бегать? Ага. Что, вот эту фигню брать? Мне нужно вон-то... в дереве торчит. Так, песик. Уп. Молодец. Стои здесь. Щас бутылкой собьем. Давай. Вынеси мне. Ручку. Молодец. Хороший пес. Давай сюда. Давай, какой хороший. Так, ладно. Так, ладно. Ща, мое... Эм, вставим. Хе-хе. Так, бутылочку возьмем еще одну. На всякий. Пригодится. А тут что у нас? Ага. Пойдем со мной, что внутри. Быстрее, пока он не уехал. А, отлично. Поехали, наверх. Хе-хе. Ого. Пушки разбомбили. Ты ему бутылку отдал. Дай назад. Так, песик, ты там пролезешь? Молодец. Специально допускаю. А кто-то покупает какие-то специально. Ой, все воюют. Взрывом. Че, нашел? Ох, ложкой копать. Ща, мот. Выкопаем нафиг. Ого. Подземные туннели. Нет, не бойся. Ааа. Нафиг. Так, песик, это иди-ка. Щас мы его взрываем. Вот так. Стоп, с чем внизу? Блин, столько туннелей, блин. Как бы не потеряться. Ой, по-моему. Хороший песик. Эээээ. Так, тут креслит. Во. Отлично. А чипин хороший песик. Да, шикарно. Эээээээ. Субтитры сделал DimaTorzok